Шокирующая история о том, что мать несколько дней держала умершего ребенка в морозильной камере, облетела не только Балакова, но и дошла до столичных СМИ. Пока ведется следствие, никаких подробных комментариев случившегося получить невозможно. Наш корреспондент отправился по адресу, где все это и произошло, и поговорил с соседями. Ну, периодически она живет в СМИ, да? Я так понимаю. Ну, нет. Нет? Или они так периодически встречаются? Ну, как вы, вы же наверняка ее знаете, она что-то уже живет год, как минимум. Что живет? Ну, она же живет здесь уже как минимум год. То есть, вы наверняка видели, как она адекватно выпивала, может, наркотики употребляла? Ну, нет. Нет? Нет, они положительные ребята такие. Положительные? Ну, да. Он так положительный. И она молодые ребята. У нас разница в возрасте большая, мы не общались. Ну, понятно. Ей 30 небольшие у нее тут, да? Да, наверное, 30. Но она нигде не работает, я так понимаю. Или работает? Вот, наверное, не работала. Я не знаю. Честно говоря, мы не общались с ними. Мы не сражались с ними с нами. Ну, так адекватно девушка. Ну, я видела один раз этого мальчика. Он очень тяжелый инвалид. Он, наверное, и умственного развития нет. И так он произойдет. Он не передвигался? Нет. Ну, может быть, что-то вот у нее случилось, так сказать. Может, какое-то истощение нервной системы произошло. Потому что она очень худенькая такая девушка. Может быть, какой-то сырых произошел. Ну, она по характеру такая взрывная, нервная или спокойная. Ну, нет, я не разу не видел ее нервная, спокойная. Не знаю, что она милая всегда прожила, всегда очень. Не знаю. А последний раз вы ее когда видели? Ну, может, мельком так. Может, неделю назад. А он давно появлялся тут. Он сам живет постоянно. Живет. То есть он каждый день приходит. А можно с ним поговорить? Ну, не открывает. Не открывает после этого. Я даже не знаю, в курсе он был. Он сказал, что он не в курсе был. Что-то вот это не случилось такое. Она замкнулась с себе. Я ее, да, я ее перестала видеть здесь вот как раз, наверное, две недели. Так один раз вот я ее увидела. Но она не выпивала? Ну, может, там как все там было. Ну, нет, я ее никогда не видела. У нее дочь очень такая частинка, очень хорошая девочка в втором классе. Хорошо учится. А деды всегда так красивые. В втором классе девочка? Да. Вот это же вторая, а первая старшая не видели. А она гуляла с этим маленьким ребенком? Ну, вывозила его? Вот это я не знаю. Нет, я думал, что вообще родители больше думают, что существуют. А, может быть. Вот, да, я думала, что родители участвовали в этом селе. Больше. Может, мы попробуем постучим, Олег? А здесь уже только что приходили. Приходили. Да, мы открывали. Да, мы открывали. Ну, а может, его и дома нет? Может, его и нет? Приходили, да? Приходили, да. Ну, не знаю, что могло произойти. Ну, знаю. Вот, сомнение странно, конечно, согласитесь. Если человек... Ну, конечно, я, например, не удивилась, если бы мне сказали, что этот мальчик умер, потому что он был тяжелый. Вот, я его видела, наверное, осенью. Я видел, что этот мальчик умер, который тяжелый очень, в состоянии здоровья. Не полезу, в состоянии здоровья он тяжелый. Что он был в этом пожиле, потому что он какой-то веселый. Он, наверное, был высохший. У меня свекровь высыхала тогда. Вот он не могу, но не мою свекровь. Потому что, если бы кто не знал, могли бы сказать, что да, наверное, заморили голодом. Но так как врачи видят, что идут необратимые продукты... У него ДЦП, да? У него ДЦП, он очень маленький такой для сего возраста. Он очень сухенький такой. И она-то, они его возили в буршинках, в больницу. Говорят, что видели его там. Они в больницу, в машине. Ну, в общем-то, я думаю, что они занимаются. И вот эта девочка Вика, вот она, поэтому, братик, мы его любим. Это поэтому у нас зашли таких этих. Не знаю, что произошло. Может, умер, может, у нее паника какая-то была. Не знаю. Я не знал, что делать. Если человек наедине вот с таким ребенком, тоже может все, что угодно, произойти тоже. Я думаю, что, может, что-то у нее это, немножечко... Ну, какая-то, да, не бывает. Да, должны с ним на психологию, психиатру проводить, да. Это не просто так. Я не думаю, что они там что-то с ним сделают. Он просто решит. Я даже не знаю. Не нахожусь с ними. Ясно. Ну, ладно, спасибо. Очень спокойные ребята. Я пока не замечу. А ребенок, они же жили на первом этаже, так? Я даже не знала, что они... Раньше она снимала квартиру на восьмом этаже. А вот то, что она снимает на первом этаже, я не знаю, что это редко, вообще, не знаю. Да. Не поймите. Продолжение следует...